Здравствуйте, дорогие зрители! Смотрим, хорошо с тобой смотримся. Всем привет, меня зовут Света. Сегодня у меня на канале мой друг Лёша. Может, все-таки поменяемся местами, а? У меня с этой стороны какая-то лысина. Всем привет, меня зовут Света. Сегодня у меня на канале мой друг Лёша. И я его позвала для того, чтобы посмеяться и чтобы он задал мне те вопросы, которые вы мне задавали в Инстаграме. Так что сейчас Лёша мне будет задавать вопросы. Да, всем привет. Ну нет, нам надо, знаешь, рассказать что-нибудь, как мы познакомились. Вы познакомились через моего брата Геру. Ну, рассказывай дальше. В смысле, я думал только вопросы за Вера. Мы познакомились, когда нам было лет 15, наверное. Мы поехали... Никуда мы не поехали. Мы поехали к твоему брату на дачу. Кадиллак, кадиллак, это... Как дела, как дела, это новый кадиллак. Ладно. Ладно. Наверное, самый важный вопрос для наших зрителей это... Цитирую. Зачем ты спрашивала про грудь, если твоя просто идеальна? Господи, я теку. Кто-то так написал? Конечно. Я задавала такой вопрос в Инстаграме про грудь, чтобы вы поделились со мной своим опытом увеличения груди. Но, на самом деле, наверное, вряд ли я это буду делать. Может быть, только если у меня после беременности оно очень сильно обвиснет. Тебе какая грудь? Нравится искусственная или натуральная? Мне нравится натуральная грудь. Двушка. Вот прям... Ну, можно трешечку. Трешечка, двушечка, двушечка, трешечка. Так, ладно. На этот вопрос мы ответили. Грудь я делать не собираюсь. Просто было любопытно. Но я не исключаю того, что, может быть, когда-то я ее и сделаю. Для того, чтобы поднять себе самооценку. Ну, наверное, давай продолжим вопросы про грудь. Опять, что ли? Да. Зачем ходить без лифчика? Как вы видите, я в лифчике. На самом деле, я люблю ходить без лифчика. Потому что лифчик это очень неудобно. Просто капец как неудобно. Это первое. Во-вторых, без лифчика все дышит. В-третьих, не под каждую одежду можно надеть лифчик. Вот даже под это лифчик некрасиво. Ну, как-то тут какой-то колхоз, честно говоря. А что, на первой странице больше не было интересных вопросов? Одна из твоих подписчиц спрашивает. Рассталась с молодым человеком. Одной дико одиноко. Подскажи, как найти? Плюсы жизни одной. Че их искать? Че их искать-то плюсы жизни? Радуйтесь, пока есть возможность одному пожить. Многие люди, блин, ютят в квартирах по 20 человек. Нет никакого личного пространства. Делаешь, что хочешь. Встаешь, когда хочешь. Не знаю, общаешься с кем хочешь. И я еще слышала такую теорию, что, типа, если ты расстался, и ты хочешь новых отношений, но тебе кажется, что все вот не такие, какие-то кривые, косые, и ты очень скучаешь по своей бывшей любви, то надо сходить на 10 свиданий. Даже если тебе на втором кто-то понравился, все равно заставить себя сходить еще на 10 свиданий. Я просто вспомню, когда я расстался со своей женой, я сходил, наверное, на 10 свиданий. Первая была женщина. Сик-танкта. Я помню. Вторая просто какая-то немытая женщина вышла ко мне с протертыми на коленях штанами. Ну что-то модно? Нет, это были треники, вытянутые домашние. Вот еще, господи, я уже забыл, кто это был, но это был полный трэш. Как мама? Мама? Да. Мама? Как мама? Просто все знают, мои подписчики, что я с мамой воюю из-за того, что моя мама очень сильно хочет отдать мне замуж. Просто вот она хочет отдать мне замуж, чтобы я ей родила ребенка. Ей. Она прям так говорит, выходи замуж и роди мне ребенка. Просто лови и отдай ей. Я мамочку свою обожаю, она меня обожает, просто у нас есть вот такая затычка на вот этом вот фоне, что вроде мне как 32 года уже скоро, а конь еще не валялся, и она переживает, наверное, что я останусь всегда одна, но такого не будет, потому что я по факту одна-то никогда не бываю. Ты уже старородящая. Ну и что? Старородящая, тяжелый рот, и скорее всего тебе сделают кесарево. А я хочу кесарево, я не хочу рожать, я во-первых, не хочу, чтобы у меня ребенок через родовые вот эти как, пароходы? Ты же врач. Пути, родовые. Ну вот, там говорят, мозг у него пережимается, голова и всякие травмы у ребеночка. Это наоборот, надо, чтобы он прошел через эту херню. Кстати, Через какую еще херню? Ну, через пути. Рожать нужно через вагину. Ладно, Свет, давай не спой со мной, я врач, между прочим, да, я врач бывший. Леша, как ты думаешь, в ковид-прививке есть чип? Ну, естественно, и в вышке 5G сделано, чтобы обрадать чипами. А как ты думаешь, наш вот этот спутник V, он правда работает или не стоит прививаться? Ну, естественно, работает, но правда там содержатся чипы, которые управляются с помощью высших коридоров. Ну, слава богу, хоть кто-то будет мной управлять, а тут целый день лежу. Скажешь, что это у меня это, завалированная реклама? Типа, что я пучинист? прививайтесь. Путин сказал, всем прививаться, Леша, знаешь, мне за это, мне кажется, могут заблокировать канал. Нет, если мы говорим прививайтесь, значит, канал наоборот не заблокируют, а продвинут. Думаешь? Конечно, естественно. Нет, я не могу. Я скорее за оппозицию, но это тоже нельзя говорить. Ты когда-нибудь задумывалась об эскорте? Ну, вот работать типа проституткой и... Нет, не обязательно спать. Ну, Леша, ну так не бывает, ну господи, тебе нужна сейчас женщина, которой ты будешь платить деньги, и она просто будет рядом с тобой находиться. Давай заплати мне деньги за то, что ты сейчас рядом за мной находишься. Ну, я знаю, сколько ты мне там даже 100 рублей. Могу 1000 перевести. Ну, все, Леша, я твоя. Знаешь, всегда, когда я с кем-нибудь это обсуждаю, всегда такой разговор заходит, типа, сосать эти какие-то вонючие письки чужие. Да почему вонючие он помыл? Ну, кстати, я к этому нормальному совершенно отношусь. Каждый зарабатывает как можно. Ты обучалась, где-то стиль или подбираешь одежду наугад? Мне вообще не нравится ее стиль. Эти мешковитые, какие-то плащи, как просто мешок на себя надевать. типа, как модно. Тоже, когда я мешок на себя надеваю? Ты имеешь в виду этот ма... Зимний пуховик, да. Штаны-бананы, джинсы какие-то, кошмары. А вот эти? Нет? Ну, скажи честно, как мужчина. Не, ну, как мужчина тебе... Скажи, как мужчин мужчине. Как мужчина мужчина тебе, в принципе, идет. Ну, не всем. Ну, подожди, хорошо, а что мне носить? Леггинсы и юбки. Не, подожди, вот утром я проснулась. Наделаю юбкой и пошла. С собакой гулять, куда я пошла с юбкой? В юбке-то. Так, Мерилин Мандро. Не знаю, не везли он нынешний мод, это какой-то кошмар. Уж эти все-то и разогрею это? Нет. Курица? Она очень вкусная, Скори. Вкуснейшая. Вкуснейшая. Следующий вопрос. Я, наверное, даже знаю на них открыт. Твой любимый фильм. Сейчас угадай. Давай, давай, давай. Это парк юрского периода. И? Терегатор? Рога? Что? Ну, Ангелы-изъявы? Нет, типа, зомби? Какие Ангелы-изъявы? Я не знаю. Нет, Война миров. Война миров. Итак, еще один вопрос. Как ты справляешься с ленью или нежеланием что-либо делать? Никак. Никак. Никак, никак, Никак. Боюсь, я тебе не отвечу, что вы нового, потому что у меня происходит совсем так же. Я все делаю за последние пять минут. Один чувак, короче, знакомый, который очень-очень-очень успешный человек, когда я ему пишу, что, типа, мне все лень сегодня, не могу заставить себя сделать видео там или что-нибудь по работе, он говорит, значит, так надо. Да? Он прав. Я немного словен. Я сам ленюсь. Чет-чет. Что делать, если мне с ним понравится путешествие? Конечно же, ехать одной. Что за вопрос? Ну, кстати, я сегодня это с мамой обсуждала. Уже как-то одной неохота ехать никуда, потому что как-то тревожно. На самом деле, если есть бабло, чтобы поехать, и поехать не с кем, то, конечно, надо ехать, потому что эти эмоции ты нигде больше не возьмешь. И там сто процентов, вы найдете себе каких-нибудь друзей, корешей. И я так ездила и находила себе каких-то друзей по интересам. И с некоторыми я даже до сих пор общаюсь. И даже выяснилось, что с некоторыми я живу в одном городе. Ну, это не в одном городе, в одной области. Что у нас еще посильная стена? Вопросы про грудь? Опять, что ли? Так, веселые вопросы. Какие упражнения делать, чтобы грудь была упругой и подтянутой? Никакие. Я в это не верю, что как-то можно грудь накачать именно женскую. Мужскую-то, понятное дело, можно. Можно еще как-то мышцы подсобрать живым там, подтягиванием. Но, если она... Мышцы увеличат твой объем, обхват, но саму грудь не увеличат. Ну, как бы, молочную железу как-то ее никак. Как уберечь детей от наркотиков? Как уберечь детей от наркотиков? Да. Не знаю, я всегда очень уважала... Наркотики. Нет, не наркотики, я всегда очень уважала маму и папу. Очень их боялась как-то разочаровать. И, когда там кто-то ходил пил балочку-девятку... По-твоему, наркотик? В детстве, мне казалось, сколько в детстве? В девятом классе. Я не пила в девятом классе. Я пить начала, только вот, употреблять алкоголь лет восемнадцать. Но тебе нет детей, ты не уберегаешь никого от наркотиков. Тебя уберегают. И на кейнти. С мактунов. Кейша! Как ты смотришь на отношения с большой разницей в возрасте? Нет, 20, 25. Ну, 15, мне кажется, это еще небольшая разница. Тебе 20, а ему 35. 35, это считай мне 35. Скоро. Ребенок, зеленый человек еще. Ну да. Допустим, мне 30, а ему 50. Такое может быть? Конечно. Может, если человек, которому 50, активный. Мне 30, а ему 60. Ну, мне кажется, очень разные интересы. Это не кажется себя противоестественным? Нет. Я считаю, что любви все возрасты покорны. А тебе кажется? Ну, 60-летним дедушкам... Не, если... Ну смотри, нет, ой, если бы... Так-так-так. Не, если бы я был 60-летним дедушкой, я бы, конечно, хотел себя 30-летним... 20-летним, они все хотят... Нет, слушай, я даже сейчас не хочу 20-летним. Потому что что? Не знаю, я смотрю на них, и думаю, просто, господи, но они же еще дети. Я считаю, что большая разница в возрасте, она имеет место быть, но, когда ко мне кто-то подкатывал возрастной, у меня ничего не получалось, так скажу. В общем, был бы я старичком, я бы был бы не против встречаться с молодухой. Слушай, а молодухом как быть? Терпеть. А ради чего? Блин, это ради денег можно потерпеть, но у меня нет материальных сложностей. А ради любви? Ну нет, если влюбишься, то да. Не знаю, мы не знаем ответ на этот вопрос. Значит так, ребят, огромное вам спасибо, что досмотрели это видео до конца, я надеюсь, что было не слишком сумбурно, Леша первый раз вообще где-то снимался, и он переживал, и я надеюсь, что вы много-много-много хорошего напишите, ну или не прям много-много хорошего, в общем, как-то поддерживайте человека, потому что реально я знаю, что он волновался, все, кто первый раз снимает видео, волнуются. В общем, давай, прощаемся. Прощаемся. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца, помните, что вы самые лучшие, и до встречи в следующем видео, давай. Запомнил? Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца, помните, что вы... Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца, помните, что вы самые лучшие, и до встречи в следующем видео. С Светом, Да, хотя я думаю, что это сомнение.